Теперь за непристегнутый ремень безопасности придется платить штраф. С 1 июня в городе заработали первые камеры видеонаблюдения, фиксирующие данные нарушения. Первые две камеры заработали на пересечении улиц Железной дивизии и Минаева и проспекте Олимпийском. Штраф за ремень не новый, плюс ограничений к его выписке на основании фотофиксации нет. Хотя в соцсетях многие высказывались по поводу нововведения отрицательно. В Москве подобная система начала действовать еще с 2020 года. Затем камеры начали ловить непристегнутые ремни в Татарстане, Нижегородской, Самарской, Пензенской областях. Нормально отношусь. Ремень должен быть по-любому. Потому что это безопасность, прежде всего. Я всегда пристегиваюсь, даже в городе. Пристегиваться для себя же, конечно, со своей безопасностью. Тем более детей перевозим, кресла имеются, и ты сами. Сейчас движение такое усиленное. Я всегда пристегиваюсь. Конечно, пристегиваюсь. Я 40 лет за рулем. Поэтому разные ситуации были. И опасные. И поэтому лучше, конечно, пристегнуться. Да, нормально отношусь. Сам всегда пристегиваюсь. Конечно, каждый день пристегиваюсь. Отношусь очень положительно. А почему важно пристегиваться за рулем? Ну, смотрите, вот у меня ребенок. Я его посадил, машину не завел, а уже пристегнул. Ну, очень важно, потому что сколько случаев есть, влетают, дети расшибаются на смерть. Обязательно пристегиваться. Обязательно пристегиваться. Потому что в ДТП попасть можно в любой момент. Ремень, в принципе, по практике, статистике срабатывает. Помогает спасти жизнь. Обязательно пристегиваться. Всего к июлю в регионе заработает более 200 камер, фиксирующих непристегнутый ремень безопасности. Считается, что камеры должны повысить уровень безопасности движения и снизить травматизм. По статистике Госавтоинспекции по Ульяновской области, за последние пять месяцев было выявлено 8249 нарушений правил использования ремней безопасности. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.